Салют всем, это Прослушка. Перед тем, как прослушать Хаджими 2, я хотел бы обратиться к поклонникам творчества Мияги Эншпиль. Я вам очень благодарен за то, что вы писали свои комментарии, ставили лайки, ставили дизлайки. Были как и положительные комментарии, так и негативные. Меня там оскорбляли вообще. В общем, я решил то, что если я наберу 10 тысяч просмотров, то я типа сниму прослушку на Хаджими 2. Но тут у них еще и новая песня вышла, Бонус и Лав, которая почему-то не вошла в альбом. Ее выпустили отдельно, и это совместная работа с Кади. Я так понял, это их протеже, как бы, ну, на их лейбле, чувак. Ну, в общем, давайте слушать. Мияги Эншпиль Айин Лав. Ага. Ну, танцевальный, короче, трек. Непривычно слышать кого-то другого на припеве. Вот им, именно Мияги Эншпиль, уже давным-давно пора выходить на зарубежный рынок. Ну, имею в виду записать полноценный англоязычный альбом. Мне писали, типа, надо слушать припевы, переходы, у них они крутые, а я в этом время постоянно говорил что-то, я практически музыку не слушал и так далее. Ребят, в видео шло то, что я говорил. Остальное, где я просто сижу вот так вот слушаю, я этого не вставлял. Зачем это смотреть? Потому что, ну, особо никакой реакции у меня не было, я просто слушал так. Ну, чё, это хороший трек для клубов. Я не знаю, вторая тамада какая-нибудь. Опять же, что мне не понравилось, это то, что сначала мы слушаем русское, потом английское, русское-английское, русское-английское, русское-английское. Ну, мне это не нравится, чуваки. Это, вот, мне просто это не нравится, не надо меня за это оскорблять. Слушаем Хаджими 2. Мне вот, я вот слушаю уже минуту 46, и мне хочется говорить, чуваки, простите. В общем, по музлу, круто всё. Вот объясните мне, что это. Ну, в общем, Амиго был первый, да? Он мне напомнил времена группы Центр, где там пацанский рэп такой, наркотики, движухи всякие и так далее. Опять же, это не то, что я слушаю. Я, кстати, не знаю, правильный тут порядок или нет. Я слушаю с официальной группы. А, я слышал этот трек. Такой лайтовый трек, спокойный вообще. Шикарная мелодия на фоне там. Симптом, он, симптом. Хорош, пожалуйста. Рад слышать был. Я вообще, если честно, не знал даже, что симптом здесь есть на фите. Хороший трек, хороший. Но я его слушать не буду. Двигайся. Неплохой трек. Файя. Эй, эй, эй. А что такого? Ну, простой припев, в принципе. Вообще, вот сколько я слышал, в основном, это повторяющиеся какие-то либо предложения, либо слова. Ну, так, норм. Пока хаджиметрии мне нравится больше. Самое. Амиго. На фите. О, это я тоже слышал трек. Ну, я поприпеву только узнал. Также слышал из машин эту песню. Друзья у меня кто-то слушал. Лирика, лирика. Та самая лирика, которая не особо мне нравится. Я геншпиль. Дрю. Айкинфлайн. Давайте попробуем улететь. Забавно. Круто. Круто. Ну, я думаю, можно под это улететь, если ты слушаешь творчество меня геншпиль. И саунд хорош. И дрю хорош. Хорош. Я геншпиль и крэк. Тут, кстати, больше совместок, да? Нирвана. Чувствую, сейчас будет грусть. Все-таки это крэк. Фьюз. Вообще балдежно так. Вот сейчас напомнил о этого. У-у-у-у, Цуго. Сейчас вышла песня. Там что-то гепарда. Это же похоже по припеву. Немножко. Е-е-е, давай. Фьюз хорош. Вообще респект Фьюзу. Надо запоминать треки, которые мне понравились. Ну, короче, это Нирвана, Акинфлай. Самая-самая-самая, да. Двигайся и люби меня. Пять треков из девяти. Это успех, чуваки. Но это не говорит о том, что я их добавлю. Просто... По-моему, это я тоже слышал. Мне вот кажется, что под такие песни только загонятся, короче. Ну, если когда ты хочешь погрустить, ты включаешь мне геншпиль, и ты грустишь. У них мало таких... позитивных песен. Эту песню я слышал. Я не помню Брик Базуку, но я помню этот мотив. Это вот одна из тех песен, которые надо слушать, вдумываться, в общем, слова, и улетать в мир своих мыслей. Вот. Ну и... I Got Love. Я, кстати, не думал то, что I Got Love на альбоме Хаджими 2. Я думал она на Умшакалаке. Вот. Ну и все, в принципе, пока играет эта песня. Все мы ее слышали. Вот. Я даже ее себе добавил, когда она была не так популярна еще. Вот. И... Я под нее, по-моему, видео монтировал какое-то. Да. Ну ладно, это не важно, в принципе. Что я хочу сказать об альбоме. Мне кажется, этот альбом депрессивней, чем Хаджими 3. Вот. Может, мне поэтому тот больше понравился. Здесь что-то прям как-то лирика, грусть. Я говорю, мне кажется, ну, под меня Геншпиль надо реально грустить, задумываться, думать о чем-то, улетать вот в мир своих мыслей. Может, там кто-то курит, я не знаю. Опять же, я не добавлю ни один трек из этого альбома. Но если бы добавил, то это был бы трек, скорее всего, «Двигайся». Вот. Все на этом. Спасибо за просмотр, за внимание. Пожалуйста, не оскорбляйте людей, если у вас не совпадают вкусы. Окей? Я с самого начала сказал то, что мне не нравится их творчество, но я их не слушаю. Но я прослушал, потому что меня попросили. И в видео входит не все, что я снял. Я монтирую только те кусочки, где я говорю что-то. Ну, типа, зачем смотреть просто, где я вот так вот сижу? Что я еще хотел? Я не помню все комментарии, которые там писали, но некоторые меня прям вообще удивляли. Вот. И да, я не разбираюсь в музыке. Я вообще не шарю в этом во всем. Я не понимаю творчества меня Геншпиль, припевы гениальные и так далее, тому подобное. Можете дальше то же самое все писать. А можете просто не смотреть и пройти мимо. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. Следующий. Если, короче, это видео наберет хотя бы 5000 просмотров, то я запишу на Хаджиме Part 1. Я решил пойти так, ну, в обратном порядке. Хотя, если в обратном порядке, то мне надо, наверное, умшакалаку прослушать. Но мы это потом прослушаем. Возможно, а возможно и нет. Короче, всем пока, ребят. Спасибо за просмотр. Check it out.